Ташкентский международный кинофестиваль «Жемчужина шелкового пути». С прошлого года он проходит в обновленном формате, привлекая все больше внимания представителей мировой киноиндустрии. В этом году в Ташкент приехали представители из 35 стран. В церемонии подписания документов приняли участие представители агентства кинематографии Узбекистана, председатели государственного учреждения «Тоджикфильм», французский режиссер и продюсер Люк Бессон, американский актер Арманд Асанте, а также научный консультант по истории из Таджикистана. Здесь представляю свой копродукционный проект. Это говорит о Джами и Наваи по инициативе президента Республики Узбекистана Шавкат Мирамоновича и уважаемый президент Таджикистана Эммали Рахмона. Сегодня мы подписали договор в начале проекта. Это исторический художественный фильм Джами и Наваи. Сегодня между организациями сформирован целый перечень мероприятий, по которым будет проводиться системная работа. Это кинопродукция, образовательная программа. И уже в этом году запущен целый ряд проектов, нацеленных на обучение специалистов отрасли по межстрановому взаимодействию. У нас сегодня будет подписан контракт с «Узбеккино». Уже скоро начинать съемки в Узбекистане. Это фильм про узбекскую девушку, которая поет макам. И приехала в Индии и выиграла большой-большой конкурс там. Очень красиво хочу показать Узбекистан. В создании картин принимают участие специалисты со всего мира, в том числе и знаковые фигуры. Планируется, что проекты, взявшие начало на 14-м Ташкентском международном кинофестивале, выйдут на экраны примерно через два года. Также были подписаны меморандумы с Белоруссией, Азербайджаном о создании совместных фильмов. И эти страны представили свои кинопроекты. Кинофестиваль «Жемчужина шелкового пути» успешно стартовал накануне. Все, как и положено, красная дорожка и множество знаменитых актеров и режиссеров. Около 300 мастеров искусства кино, которые приехали в Ташкент из 35 стран мира. В рамках международного события будут показаны порядка 150 фильмов различных жанров от мировых производителей. Между тем, узбекское киноискусство со своей богатой более чем вековой историей и яркими произведениями, созданными на основе национальных и общечеловеческих ценностей, занимает достойное место в мировом кинематографе. Глава нашего государства направил участникам кинофестиваля поздравительное послание. Он отметил, что налажены связи с известными кинокомпаниями мира, достигнуты соглашения о сотрудничестве по созданию художественных фильмов с более чем 30 странами, а с целью реализации национальных и зарубежных проектов строятся специальные киногородки. Вчера было грандиозное открытие кинофестиваля, где президент Узбекистана лично выдал поздравления кинематографистам. Такое отношение к кино, мне кажется, очень важно от государства, потому что тогда будет и развитие. Поздравляю всех кинематографистов с этим прекрасным праздником, который появился в Ташкенте благодаря вашему президенту. Поэтому будем рады еще раз приехать, а также ждем гостей в Казахстан. Давайте вместе дружить и делать совместные классные проекты. Мы были очень рады, слышит президент, поздравления. Мы все делегации Израиля, мы все очень-очень довольны. И не первый раз этот замечательный фестиваль. В этом году мы пришли с новостью, у нас будет скоро новый проект, совместный проект, продукция, фильм «Израиль-Узбекистан», который называется «Тойлар муборак». Это огромный подарок не только для нашей республики, для мирового кинематографа, руководства Республики Узбекистан. Сейчас идет такое активное развитие всего литературы, музыки. Кинематограф идет активное, динамичное действие. Естественно, ренессанс, о котором сам объявил президент, Мерзеев Шавкат Мироманович. И поэтому я считаю, это огромный праздник. Программа фестиваля обширна и интересна как для профессионалов сферы, так и для зрителей. Дни кино различных стран мира демонстрируют национальные особенности кинематографа и последние тенденции в мире кино. Фестиваль – это и та площадка, где дается старт новым проектам. Так начались съемки художественного фильма «Абахадыры Ялангтуши», который прославился тем, что построил на площади Регистан Медресе Шардор и Телякары. Режиссером фильма является Джохангир Ахмедов, известный своей работой над фильмом «Ильхак». Картина, создаваемая по личному поручению президента Узбекистана, призвана рассказать людям и в особенности молодежи, как зарождалось наше архитектурное наследие.